Я сегодня хотел поговорить о суде, Верховном суде, судебной системе надзорных органов. В первую очередь, я хотел сказать, что конец света, когда конец света подойдет, будет очевидно то, что люди совесть потеряют. Совесть это доскональ до конца. Например, идешь по улице, и вот рядом лежит человек, и по улице на тротуаре на скамейке открыто сексом занимается. Дети перед родителем сексом занимаются, родители перед детьми сексом занимаются. Типа вот в такие времена. Сейчас тоже, наверное, я полагаю, это типушки, чтобы деградирует общество. На скамейке сидят, целуются, обжимаются, чуть ли не все эти органы видать. Девушки в хиджабе говорят, что это нормальное явление. Для чего это делать? Это все делается ботой, чтобы технично деградировать общество до конца. Что вот дети смотрят, девочки смотрят, что вот это, оказывается, нормальное явление. А хотя это такого никакого нету. Понимаете? Это все, так сказать, по моему мнению, это намерение деградации общества. Я перейду к делу, вот к верховному суду, судебную всю тему. Все знают, вот я уже несколько лет, что во главе Алматинского городского суда сидит Смаилов Аскар Спартакович. Если по закону разобраться, он должен сидеть в тюрьме. Понимаете? В другой стране его, наверное, возможно, я думаю, в какой-нибудь там африканской стране живьем закопали бы. В Америке-то точно его в электрическом стуле сожгли бы. Мало того, все знают об этом, но никто не ответит. Он как сидел, так и сидит. Вы понимаете? Много таких случаев. Много, сколько горя, люди самосожжением занимаются, ломаются судьбы народа. Вы понимаете, такого вот конца света в судебной системе еще не было никогда. Это уже, вы понимаете, судьи, которые совершили особо тяжкие преступления, они работают и продолжают, поднимаются в должностях. Все знают об этом. Вы знаете и генеральный прокурор, и знает председатель Верховного, вы знаете, что господин Топаев. Мне кажется, Назарбаев до сих пор держит вот эту всю судебную систему, как вот по почеку винят. Также вот это все деньги, миллиарды, которые он как-никак не может носиться, к нему же идут. И ФСБ, он, наверное, идут. Поэтому они его так до сих пор благами пользуются всеми. За счет государства летает на самолетах, у него охрана, все у него. Улицы так же называют, центральные. Я так полагаю. Ну, я пройду поближе, например. В 97-х годах у меня бизнес отобрали, вы понимаете? Движимые, недвижимые имущества. Так сказать, на тот момент уже ежемесячно где-то на нынешнем 30 миллионов долларов. В 96-м году нахальным образом вот этот председатель Алматинского городского суда, у нас моего нахального состава надзорной коллегии, когда они сами уже признались, которым были перенены, он на ровном месте отобрал у меня в центре Тараза квартиру. Понимаете? Вынося постановление, крайне прямо противоположно, ранее им уже вынесло постановление. Хотя таких требований они те и не ставили. Мои розники они были. Садар-Бэй, владелец, так сказать, вот этими, как его ныне сейчас владеет, центральный рынок, строительная компания. Сматов, вот это живые заводы, вы понимаете, они имели. На ровном месте. И когда я при частном суде приезжал от Сматов, он мне сказал, что вот через этого, он вот этот, где провернули это дело, Смаилова. Мало того, я что, мало того, на основу на этом постановлении судья Алимкулова, Куликеев, совершил особо тяжкие преступления, изменив протокол судебного заседания, вот до, смотрите, и после изменения. Один и тот же подписи. Заставили нотарица подписать, якова после передачи денег, и все, взыскали с моего сына сумму квартиры, вы понимаете? И до сих пор эта сумма за ним встает. До сих пор все знают, что абсолютно незаконный, все знают это, до сих пор везде аресты на него, везде ИП, банки во всех аресты, частные судебные исполнители давят, вот если ты не такой дорогой, если ты не заплачешь, мы тебя посадим, типа, вот возбудим уголовное дело, за ними стоит прокуратура, вы понимаете? Как реча давления, они тоже знают, что это. А прокуратура отдельно ли разговора? Что бы я там не привлекал, руководители прокуратуры, как сказать, уголовный отец, там и так вот есть, отдельный будет пост. Теперь устраивается на работу, нигде не принимает на работе. ИП не может открыть, вы понимаете? ИП, элементарный, потому что все везде аресты стоят, не может выехать за рубеж на заработки. Его компания приглашает на работу, вот, давай приди на работу, а когда он уже устроился, им звонят тут же, а сын Садыкова тут же его, распрощаются с ним, вы понимаете? Хотя они заинтересованы в этой, в нем. Нигде кругом в банках везде аресты, не за рубежом, не при такой дорогой визне под давлением уходит человек. Он обжаловал это постановление частного судебного исполнителя, который и судья СМАК Черныш, вы понимаете? Основывая свое решение на пальцев цирном постановлении, 80% текста не видать, отсутствует печаль, и этот на пальцев цирном постановлении частный судебный исполнитель, отказывает весь кахтурген, вы понимаете? При этом дают специально там сидят частные судебные исполнители, те, которые за ними стоят, так сказать, давят на него, повышают голос, кричат, а это судья СМАК Черныш, сидит и основывается на этом постановлении, даже не испробовал подлинник, в нарушении там 105-я какая статья, 107-я статья, 100-я статья, 67-68, в нарушении истребов подлинник, и при наличии там фальсифицированном документе, отказывает весь кахтурген. Суд второй инстанции, где главой является СМАИ, убедитесь в том, оставляя силе. И вот я хочу обратиться к председателю Верховного Суда, господин Миргалев, вы новый человек, мы вас ни раз не видели, вы же не человек, не робот, если у вас его сына так будет делать, я не говорю о себе, так будут, это хорошо, прессовать. Отсутствие работы на госслужбе в других компаниях, это ладно, пол виды, но он не может даже зарубежный, частный ИП открыть, вы понимаете? И зная об этом все, и надзорные органы, и судебность, и специальные, мы спокойно не можем в магазин даже сходить, соседи, через соседей давят на нас. Вы понимаете? В магазин сходим, если там открыто, за нами следят 100%, дают знать, если открыто не провоцируют, не пристают там, через каких-то людей, когда возвращаем, мы счастливые люди, мы настоящие тюрьмы живем, вы понимаете? Вот такую жизнь нам устроили. Это тюрьма вольного поселения мы сидим. И вы же человек же, как-никак, уже полтора года, как направили к вам заявление, мой сын, касационную жалобу, гост и 4 месяца кассы, до сих пор не рассматривают. Вот поэтому постановление, смотрите, какое постановление, 80% там не видать, подлинных документов не было, оставили в силе. Указывая на то, что срока давности этих рассмотрений нету. Ну, как понять? Госпочня заплачена, это не наплачено. Зная об таком, и решение суда было вынесено преступным путем. Уничтожил 8 документов, доказательств, обзыскания суммы. Насер доказательств. Я тоже был ответственным на мне. На основании постановления вот этого негодяя-мерзавца, Смайла Аскара Спортакельча, который вышел. И вот этих 8 доказательств уничтожил документы. Это все знаете, председатель Жамбутско-областного суда отпиской занялся. И прокурор Жамбутско-области, а слично зная об этом не вынесли даже ни протест, ничего. Напротив, они чуть ли не радовались там. Вы понимаете? И на основании такого вынесли решение суда приступил. И еще зверя, на основании постановления частным судебным спортом, зная оно, что пальцы офицированы, не истрелил согласно закону, подали документ, отказывают в виски, сын обжалует его год-четыре месяца как, и до сих пор верховный судей не рассматривает. Вы же, если к вашему сыну так поступит, разве хорошо? М? судьба человека, давит, ни на работу не может устроиться, ни выехать на работу, ни ЕП открыть. Вы понимаете? Мы же государство какое-то, хотформейтер, мы же государство. Вы отнеситесь хотя бы к этому. У вас есть же дети, наверное? Рассмотрите, пожалуйста, отмените вот это. Там и решение суда, и вот это постановление частно-судебное исполнительное, на фальсифицированном, преступным путем вынесено. Я не говорю о том, что меня там кругом облазили искусственно долгами. Так, взыскались меня по статье, так сказать, договорные обязательства в пользу человека, с которым я не только не подписывал никаких договоров. Я вообще этого человека в глаза не видел, вы понимаете? И в суде не видел, вообще в природе человека не видел. И взыскались меня огромные суммы, до сих пор это сумма на мои шеи. Теперь этот негодяй, так сказать, извините за вразение, прокурор Бастандовского района с закупом за мои посты, которые, видимо, ему генеральный прокурор там, Кыль-Мьянов есть такой, поручил, видимо, или кто там, может, осылок, я не знаю, не видел. И он, так сказать, покровительствуя преступников, что целью, так сказать, избавить преступников от уголовной ответственности, Семерих, соглашается с постановлением, вынесенным преступным путем, которым уничтожили они, так сказать, мои все обиды, письменные доказательства. Я был в открытии в отношении этого прокурора Жакупова в посты. Они, чтобы закрыть мне рот, подают в суд хоратайство. Это в суде клевета. Они подают на экспертизу, экспертиза, говорят, там никакой клеветы нету, а отрицают, несмотря на это, суд, судя Амфо-Мискмирина Кузитаева. Нахальным образом демонстративно тут же не уходя от его совещательного, ранее подготовленного текста, так сказать, оглашать и остроповывать не на поклевете, признав меня. Хотя она убедилась, что в уголовном деле уничтожена все письменные доказательства, согласно видео. Она, признав мои читаемые виды, якобы не читаемые, не истребовав уголовное дело, сыскала суд второй инстанции, там фамилия Крыминова, Ташпалатов, и стримб уголовный, убедился, что из него действительно уничтожен, убедился, что этот прокурор Жакупов совершил преступление, он должен отвечать за это уголовное ответственность, оставляет силе. И, естественно, вот эти суммы таких у меня, я не говорю уже об этом, я говорю вот о сыне, понимаете? его искусственно создав благородников, вынесли решение преступным путем, постановление, то есть сейчас судебно фальсифицировано, видите, Вердавик давай, хотя они знают, что он не только компанию открыть не может, когда он хотел сразу, там ИП не может открыть спокойно, так сказать, или совершить какие-то действия, совершить арестники. Почему они не взыскивают сумму, допустим, сына Назарбая, он там за границей ездит 800 тысяч машинных, почему не взыскивать с него 600-700 миллиардов долларов, которые он, так сказать, наворовал только на природных богатствах, так сказать, не говоря о этих. Почему? А именно у вас просто говорят, вот, лжи ставят по наколене, вот так уничтожают, психологически, морально, так сказать, создав для нас полностью, так сказать, колючей проволокой, и чтобы никуда и не выехал, чтобы здесь не пикнул, так сказать, в закрытой, так сказать, в тюрьме, в квартире, выйдешь на улицу, тут же тебя начинают там опровоцировать, приставать, и вот таких, так сказать, обстать от мылью. В связи с этим, вот, господин Мергалиев, вот сегодня, вот, сегодня, 18 августа, я направил письмо на ваше имя, вот, изложив вот эти все обстоятельства, которые взысканы, сына, который направил, что вы рассмотрели, рассмотреть, пожалуйста, у нас тоже дети есть, наверное, вы же человек, даже звери, по отношению к своим соплеменникам, к своим относится, нормально, так же нельзя же, если берете, там, сказать, какие-то злогу, или какого-то, уничтожаете, то меня же я здесь, я же, с меня делать, а зачем, сын это, а, который не виноват, вовсе я бы сказал бы, все у них.